Голос России Голос необычный во всех смыслах. Во-первых, потому что он выходит в эфир в канун самого великого праздника Дня Победы, который, конечно же, будет, как всегда, очень широко и искренне отмечаться и в России, и без всякого преувеличения по всему миру. Ну, а во-вторых, это тот случай, когда не я приветствую в студии Голоса России своего компетентного собеседника, нашего интересного гостя, а когда сама передача, наша студия практически в полном составе приехала в гости к нашему сегодняшнему собеседнику, которого я с удовольствием представляю. Представляю, Владимир Михайлович Зельдин, великий артист, человек эпоха, мастер. Сцены народный артист, лауреат государственной премии, премии фонда Станиславского, премии Кинотавр, премии Кумир, премии Хрустальный Турандот награжден орденами Трудового Красного Знамени Дружбы Народов, орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степени. Но, конечно же, в первую очередь народный артист, и это официальное звание, которое полностью совпадает с теми чувствами, которые к вам всегда испытывали и продолжают испытывать ваши благодарные зрители. Владимир Михайлович, большое спасибо, что вы согласились принять нас у вас дома. Спасибо, что вы согласились поговорить сегодня с нами о предстоящем празднике, о Дне Победы, что он значит для вас, поговорить о вашем творчестве. Очевидно, что победы одерживаются не только силой оружия, но и силой духа, может быть, в первую очередь силой духа, и в этом велика роль творческой интеллигенции. В годы войны вы много встречались с фронтовиками, наверное, ощущали их эмоции, их чувства. О чем, вот в вашей памяти, в чем сохранились эти чувства, и о чем говорили с вами те люди, которые в дальнейшем спасли и свою родину, и все человечество? Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте – это очень хорошее русское слово, означающее «будьте здоровы все». 9 мая не только для меня, а для моего поколения, для вообще народа России, Советского Союза тогда. Это величайший праздник, как в песне в одной поется «Праздник со слезами на глазах». Это день, особенно я горжусь тем, что именно принадлежу к поколению, которое прошло дорогами войны. И словами замечательного поэта, писателя, актера Миша Гошкина, который писал в его песне, он говорит, «Нас все меньше и меньше, а ведь было нас много, а ведь было нас столько, аж ломалась дорога, наши раны болели, наши кости белели, мы солдатское лихо вместе с кашею ели». Конечно, эти дни, эти годы – это необыкновенные годы, которые показали всю мощь духа советского народа. Вы понимаете ли, когда мы были едины, вместе, и, в общем-то, я считаю, что не Европа, а именно Советский Союз одолел эту мощнейшую машину под названием фашизм. Понимаете ли, и я горжусь этим. Я принадлежу к поколению, ну, мое поколение, может сказать, я советский человек, потому что я воспитан при советской власти, понимаете ли. Ну, и, как бы, я говорю это к тому, что неплохо мы были воспитаны. У нас, например, в школе это и кружки переплетные, там, столярные, у нас были значки «Готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок», «Ворошиловский всадник». Этим мы были увлечены, потому что для того, чтобы получить эти значки, удостоверение, нужно было определенные спортивные нормы сдать, бега, плавание и так далее, и так далее. Я говорю к тому, что мы даже не знали, ну, вот сейчас борьба с наркотиками, с курением и так далее. Мы как-то были далеки от этого. Мы больше принадлежали вот к поколению, которое воспитано было необыкновенной любви к своей земле, отчизне, где мы родились, где воспитывались. Потому что вот подумайте, вы понимаете ли, ведь нет уже такой страны. Вот так подумайте. Вот мы с моей супругой Ветовьяниной Каправовой ездили недавно по приглашению Амантулеева к Кузбасс. Там выступали с творческими вечерами. Удивительность страны. И уголь, и газ, и нефть, и лес, и вода. Да, вот там есть такое место Белокурика. Это очень похоже с Кисловодском. Там и грязи, там и воды. И от этого места 200 километров есть озеро. Огромное озеро. Туда едут на экскурсию. Чистейшая вода. Это Энзе. Вы можете из этого озера просто пить. Понимаете ли? Где вы, в какой стране это есть? Только в нашей. Понимаете? Я говорю к тому, что мы необыкновенно... И если бы у нас не было вот негативных явлений вот этого нашего, как бы сказать, ну... Разгильдяйства, воровства, потому что, в моем понимании, демократия это дисциплина, прежде всего. Выполнение всех законов существует. Честно относиться к своему делу. Владимир Михайлович, мы сейчас вернемся к современной России. Но позвольте еще один вопрос, связанный с нашим прошлым, героическим прошлым. Вот фильмы по войне в первые годы были, ну, исключительно героическими, скажем так. Потом стала возвращаться нотка трагизма, потому что война это и героика, но это, конечно же, и трагедии. И мы помним замечательный фильм «Живые и мертвые». Конечно же, зори здесь тихие, проверка на дорогах. В последнее время появились новые интересные работы, небесспорные, утомленные солнцем Никиты Михалкова, «Мы из будущего», «Белый тигр», Карена Шахназарова. Вот, на ваш взгляд, это шаги в правильном направлении? Вот наша кинематография, связанная с Великой Отечественной войной, она идет в правильном направлении или ее куда-то заводят уже не туда? Ну, мне очень сложно судить, потому что, как бы сказать, я воспитан на советском кино. В каком отношении? В общем-то, в таком добром кино, понимаете ли, гуманном. Взять картины в то время, когда создавалось советское кино, а я был, так сказать, очевидцем этого. И меня пригласил кинематограф, и ради кино, картины, такой реальной сказки музыкальной, свинарки и пастух, я и жив достался, понимаете ли? Потому что великий режиссер Иван Оксанович Пырев, который создал союз кинематографистов, это он создал, понимаете ли? И вот он создал фильм, реальную сказку о дружбе, о любви с финаркой и пастух, которая была прервана войной съемки. Да, ведь она подходила к концу, и последние съемки, они велись чуть ли не под бомбами, а вам нужно было изображать радость посещения сельскохозяйственной выставки. Да, но дело в том, что вот именно мы думали, что когда началась война, у нас кончилась экспедиция, мы должны были возвращаться в Москву, и вот было внезапное нападение фашистской Германии на Советский Союз. Конечно, мы были мобилизованы все, кто в военной школе, кто в воинской части и так далее, до каких-то съемок. И несмотря на экстремальные условия страны, сошли нужным заканчивать этот фильм. И через некоторое время вышел приказ, нам дали бронь всем, и мы заканчивали этот фильм уже в осажденной Москве, когда были воздушные налеты, когда Москва была затемнена вся, понимаете ли. И что я вам скажу, мы дежурили потом ночами, по определенному списку тушили зажигалки, зажигательные бомбы на крыше своего дома, где мы жили и так далее, и так далее. Пожаров было меньше в осажденной Москве в то время, чем вот сейчас в наше мирное время, понимаете ли. Вот я говорю это к тому, что вот необыкновенная какая-то собранность, и должен вам сказать, когда мы были, снимали и на сельскохозяйственной выставке, и на Мосфильме, в павильоне, в осажденной Москве, у нас была какая-то большая уверенность в том, что Москву не сдадут, понимаете ли. По-моему, Иосиф Федорович Сталин не уезжал из Москвы, вот было такое ощущение. Я, знаете, Владимир Михайлович, не хочу преувеличивать, но думаю, что и Москву не сдали, и в войне победили благодаря таким фильмам. Благодаря таким фильмам, которые действительно в людях будили самые лучшие чувства, разумеется, включая чувство патриотизма, включая чувство любви. Конечно, вот там был куплет, там, вот в старом сценарии был. И в какой стране я не буду, по какой не пройду я тропе, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. А вот когда началась Москва, мы изменили куплет, куплет этот, другими словами. И когда вражи и танки помчатся, мы с тобою пойдем воевать, незатем мы нашли свое счастье, чтобы врагу его дать растоптать. Вы понимаете, вот закончился этим куплет. Владимир Михайлович, фильм действительно великий. Он сказочный, он романтичный, но он действительно великий по масштабам своего времени и, разумеется, в современности. Там много художественных находок, там замечательная игра актеров. Но выделяется, разумеется, ваш дуэт с очаровательной Мариной Ладыниной. Но он, этот фильм, выделяется, конечно, и очень мощным, я бы сказал так, интернациональным зарядом. И удивительно, что красавца-пастуха с Кавказских гор играете именно вы. Не будучи горцем, я слышал, что на эту роль смотрели и несколько грузинских, если не ошибаюсь, артистов. Но выбор пал в итоге на вас, и без преувеличения скажу, что режиссер угадал на все 100 и, может быть, на 200 процентов. А вопрос, почему именно вы? Почему так это получилось? И как вас тогда воспринимали на Кавказе? Как вас сейчас воспринимают на Кавказе? Вы правы в том отношении. Вы понимаете, когда начинает сниматься та или иная картина, то ассистенты режиссеров, помощники режиссеров ездят по стране, по театрам, смотрят актеров для того, чтобы выбрать на ту или иную роль, тем более главную роль. Ну, делаются пробы на Мосфильме. Потом эти пробы просматриваются. И то же самое, когда я был в театре-транспорте, играл пьесу под названием «Генеральный консул Бараси Турушенина». Я там играл «Грузина». Такая была очень интересная, такая острая, комедийная, героическая роль. Она мне очень удалась. Ставил этот спектакль Николай Петров, режиссер, замечательный главный режиссер Центрального Транспортного театра. И вот приехал ассистент режиссера, посмотрел спектакль, а после спектакля подошел ко мне и говорит, «Володя, вот сценарий есть, Иван Александрович начинает снимать фильм «Сминайка» и посмотри, вот прочти, там есть роль пустуха Мусаиба Гатуева». Ну, я говорю, я прочту, но в душе я совершенно был абсолютно уверен, зачем брать меня в руку актера, когда замечательные грузинские актеры театра Руставели, Марчаршвили, которые пластичные, музыкальные, великолепно носят национальный костюм черкесскую и так далее, и так далее. Великолепно двигаются, все это. Я говорю, хорошо, я прочту. Я прочел сценарий, мне очень понравилось. Ну, я так и, в общем, успокоился, ну, прочел-почел, я даже не был уверен. Но мне звонок с моста фильма, потому что со мной хочется встретиться Иван Александрович Пырьев. Я приехал, приехал, конечно, волновался, потому что об Ивана Александрович Пырьеве ходили слухи, он такой и грубый, и резкий, и матершинник, и такой-то, такой, но у него было много друзей, и много врагов. Он необыкновенно смелый человек, большого обаяния. Вот я с ним пришел, он меня очень хорошо встретил, спросил, что я играю в театре. А я в театре играл Коваштова, Фердинанда, комедия Тоти Роли, такого романтического плана, понимаете ли? И почему он заинтересовался мной? Говорит, Володя, вот три отрывка выучи из сценария. Мы с тобой порепетируем, а потом снимем пробу. Потому что «Свинарка и пастук» – это фильм не бытовой, а это реальная сказка. Я повторяю, сказка реальная такая, понимаете ли? Поэтому, видимо, ему нужен был не приземленный пастух, а немножко пастук такого романтического плана, почему он, так сказать, заинтересовался моей кандидатурой. И вот снимали пробы. Снимали пробы, я помню, там была такая проба, даже тех вспомнил. «Отец, ты стар, но у тебя сердце юноши. Ты складываешь песни, которые поет весь аул. Сложи песню о моей любви, пламенную, нежную, как весеннее солнце. Я вложу её в конверт и отправлю заказным письмём на север, где бор, где много-много снега». Вот этот кусок появления, потом ещё, ну, я могу бесконечно это читать. Вот, и он снимал. И когда пробы были сняты, потом мне говорили об этом, он собрал в просмотровый зал небольшой всех женщин, массовку, костюмеров, гримеров, реквизит там и так далее, и так далее, и обратился к ним, говорит, вот сейчас вы посмотрите пробу, пробу героев из, вот, выбрать надо к участию в фильме. Вот, посмотрите, а потом скажете своё впечатление. Вот женщины смотрели эти пробы. И когда пробы кончились, Иван Аксенович обратился к ним, и сказали, ну, какой из героев вам больше всех понравился. Они проголосовали за меня. И таким образом вот женщины меня утвердили на роль. Владимир Михайлович, нет Советского Союза. Разошлись по национальным квартирам бывшие союзные республики. И мы можем по этому поводу сожалеть, но, увы, это современность, это реальная жизнь. И, знаете, иногда мне приходит в голову мысль или мечта, что можно было бы, наверное, снять ещё один фильм, не ремейк, но ещё один фильм такого же масштаба, как «Свинарка и постул», где бы рядом жили и находили своё счастье представители различных народов, различных национальностей, которые бы, наверное, после таких фильмов ещё бы ещё раз задумывались, а насколько справедливо то, что сейчас они живут по своим национальным квартирам. Вот на ваш взгляд, каким должно быть современное кино для людей, которые живут на огромном пространстве, где раньше был Советский Союз, как нам вернуть через киноискусство вот то хорошее, доброе, чем отличался Советский Союз, и как нам нейтрализовать вот эти опаснейшие заряды национальных обид, часто надуманных. Вот вы наверняка общаетесь с многими вашими коллегами из бывшего Советского Союза, что они говорят о настроениях в культурных элитах в этих странах. И готовы ли они к восстановлению этого диалога, либо они его никогда и не забывали? Вы понимаете ли, это вопрос очень большой, обширный, и этой передачи недостаточно будет, но в моём понимании, я не политик, но тем, чем я занимаюсь, в той профессии, она все острые углы, все острые конфликты возникающие должно примирять, понимаете ли? Потому что, если так подумать, была великая страна, Советский Союз, шестнадцать республик. Единственные в мире. Вы понимаете ли? И, может быть, я ошибаюсь, но ведь Россия, РСФСР, подняла все республики, и Казахстан, и Украину, Белоруссию, и так далее, и так далее, и так далее. Материальный, экономический, культурный, и так далее. Благодаря России. Поэтому я не понимаю такой, в общем, амбициозности руководителей некоторых республик, такого отторжения. Наоборот. Вот я считаю, поскольку я очень люблю, не только я, а москвичи, и все гости, которые приезжали в Москву, сельскохозяйственную выставку, которая была, потрясающей, павильонной, понимаете, где красоты, где вы могли познакомиться с каждой республикой, понимаете ли? Ее талантом, ее умением, мастерством, культурой, и так далее, и так далее. Вот мне кажется, сейчас очень, я, правда, не знаю, но мне кажется, со скрипом, потепенно начинают восстанавливать сельскохозяйственную выставку. Это очень правильно делают, потому что это дает возможность хотя бы экономически объединиться и познавать, и дружить друг с другом, как мы это делали в прошлом, понимаете? Владимир Михайлович, вот не могу этого вопроса не задать, хотя, наверное, он вам надоел больше всего. Вопрос о возрасте. Но я обязан упомянуть, что вы занесены в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире артист, выходящий на сцену в столь почтенном возрасте. Назову этот возраст 98 лет, и может быть, это изумляет тех, кто читает Книгу Гиннесса, но совершенно не удивляет тех, кто имеет честь знать вас, Владимир Михайлович, имеет удовольствие с вами общаться. И меня, как и всех россиян, искренне радует тот факт, что такой замечательный человек живет именно в России. Ну, как сейчас принято говорить, вы уже своего рода такой национальный бренд нашей страны. Интересно, а как к этому факту относятся за пределами России? Что вам пишут? Что говорят иностранные коллеги по цеху? Я знаю, что вы долгие годы играете испанцев на сцене. Интересно, есть ли какие-то отклики из Испании, например? Какие контакты с коллегами в других странах, которые были на вашем творческом пути? Я должен сказать, что когда была премьера Лёпа Довега, учитель танцев, эта пьеса в переводе Татьяны Львовны, «Щепкин и Куперник», она нигде в Советском Союзе ни в одном театре, ни в одной республике не шла. И, в общем, театр Красной Армии тогда открыл эту пьесу. Казалось бы, театр Красной Армии, военная тематика, это особый театр, о нём можно очень много говорить, потому что театр, ну, как вам, идёт время, меняются люди, меняются и руководители театров, и актёры, и стараются, как бы, можно сказать, форма менять, спектакли, что ли, и так далее. Ну, я как-то в этом отношении, я консерватор, но возвращаясь в прошлое, вот, премьера, и она вдруг начала репетироваться в театре Красной Армии. Лё Падавэг, это пьеса. Все как-то были очень насторожены, пьеса без какого-то острого сюжета, всё это, и так далее, но Владимир Семёновичканцев, великолепный актёр, прекрасный режиссёр, он себя показал в других спектаклях, которые поставил в этом театре. Он как-то вот взялся за эту пьесу. Музыка в то время был заведующим музыкальной частью Тихо Николаевич Хреников, вот в этом году исполняется о столетии, будет, надеюсь, отмечаться. Он музыку пригласил писать Айсана Крейна, композитор, который знал Испанию, и всё это, его балет Лоуренсия, им написана музыка. И вот всё это сочетание танцев, сочетание костюмов, стихов прекрасных, и кончилась война, понимаете ли, как раз эта премьера была после войны в 46-м году. Это был триумф, это был триумф. Такую успеха театр никогда не знал. Ни один театр. Этот спектакль шёл 40 лет. История театра не знает таких премьеров. Понимаете ли? И возвращаясь к своей роли, ну, много было писем, всё это, но вот прошло много времени и Юлию Гусман, это ярчайшая личность в нашей культуре, он пригласил меня уже, когда мне было за 80 лет, сыграть Дон Кихота. Я к чему это говорю? Вот потом я усомнил, смогу ли я одолеть это психофизически, потому что очень роль сложной, трудной, там и пении, арии, там и движения, драки и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, много было препятствий, не буду об этом говорить, никто не верил в то, что это произойдёт, потому что многие актёры отказывались от ролей, приходилось приглашать других актёров, заменять и так далее. Это всякие были препятствия и экономические, творческие, но, в общем, это состоялось. Состоялось и уже спектакль идёт более восьми лет, а это мюзикл «Человек из Ла-Манчи» 60-е годы, ещё был в Америке, потом телевизионные варианты, потом мюзикл это шёл в театре Маяковского, Гончаров там ставил, там прекрасно играл Дон Кихота, Саша Лазарев, Женя Иллионов, Санчо Пансо, Дольсинию играла Татьяна, Даронина, великолепный был спектакль. И вот тоже прошло какое-то время, и Гусман решил поставить этот спектакль. И спектакль имел огромный успех. «И в Испании меня король Испании, Хуан II, наградил орденом, когда было 400-летие Сервантеса, орденом почётным, и обед устроил в посольстве, и прислал, хотя я не понял, красного ящика и белого вина, понимаете, всё это в театр, конечно, вот. Понимаете, я говорю, что вот это был такой большой резонанс, тема испанская, продолжение её, понимаете. Владимир Михайлович, я знаю и хотел бы, чтобы это знали наши радиослушатели, что вы по-прежнему активно играете в двух театрах, что вы выступаете и готовы и впредь выступать и на зарубежных площадках, включая площадки российских центров науки и культуры за рубежом, и мы обязательно вас будем приглашать на эти площадки, потому что вас знают, вас любят и вас ждут. Благодарные зрители, я хотел бы искренне пожелать вам дальнейших творческих успехов, разумеется, здоровья, энергии, вот того заряда оптимизма, который вот мы сейчас все почувствовали в сегодняшней передаче. Разумеется, поздравить вас с наступающим праздником, с Днём Великой Победы, и если вы позволите уже вместе поздравить всех наших радиослушателей с этим праздником, он действительно великий праздник, это праздник общий, это праздник большой, праздник, который не имеет возможности разделять народы, но имеет огромный потенциал для того, чтобы народы соединять. безусловно. Я хочу закончить, поскольку заканчивается передача зрителя словами своего героя Дон Кихота, Человек из Ла-Манчи. Вы понимаете, мне вот очень часто вот на таких творческих встречах задают вопрос вопрос такой, да, ну, секрет ваш долголетия. Постеснялся задать этот вопрос, но с удовольствием его задаю. Секрет долголетия. Вы знаете, мне очень нравится, я говорю такими не своими словами, вот слова Владимира Маяковского. Мне ни рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом, и кроме свежевымытой сорочки скажу по совести, мне ничего не надо. Это первое. К долголетию путь. Второе. Не называй своим ничего, кроме своей души. Вы понимаете, вот всю жизнь мы прожили, я никогда не стремился к деньгам каким-то, к дачам, квартирам, понимаете, я был увлечен. Вот моя книжка, она называется мне в одной передаче, почему я назвал «Моя профессия Дон Кихот». Потому что я выхожу на сцену, я выхожу на сцену как на молитву. И я говорю со сцены людям о человечности, доброте, красоте, милосердии. Я говорю со сцены человек не может убивать человека, человек не может угнетать человека. потом после спектакля очередь ко мне стоит подписать книги. не вру. Вот по 90, по 100 человек, понимаете, уже сил нет, я подписываю свои книжки. Я говорю к тому, что вот вы назвали я великой, никакой я не великой, великой Александр Сергеевич Пушкин, Чайковский, великие те люди, которые после себя ушедшие столетиями оставляют след, понимаете ли. Я труженик, любящий безмерно свое отечество, где я родился, необыкновенно люблю своих соотечественников, свой театр, где я вырос, театр Красной Армии, советской ныне российской армии, где знаком был со всеми министрами обороны, нашими маршалами Советского Союза, необыкновенными талантливыми людьми, необыкновенными, которые любили театр. Я считаю культуру, которая победит все негативные явления нашей жизни, только культура, потому что она является душой нации. Вот. Поэтому культура имеет огромное в нашей жизни значение и в войне. Вы правильно сказали? Мы победили не только силой и оружием, не силой и оружием, силой духа русского народа, характера русского народа, удивительный народ. Это мы победили. Мы даже гордимся своей страной, своим народом, а мы как-то где-то немножко принижаем себя. Это неправильно. гордимся. Спасибо огромное, Владимир Михайлович. Сегодня гостем нашей студии, а мы в гостях были у Владимира Михайловича Зельдина, великого труженика, великого гражданина, великого артиста. Спасибо вам огромное, Владимир Михайлович, долгих вам лет жизни, творческой активности, бодрости духа и еще раз с праздником всех тех, кто нас сегодня слушает, с наступающим великим праздником, великой победы. С вами, как всегда, был я, Константин Косачев, руководитель Россотрудничества. Смотрите нас, слушайте нас, спорьте с нами, но самое главное, будьте с нами. До новых встреч в эфире. Я скажу вот такие слова своего героя. Мечтать, пусть обманет мечта, бороться, когда побежден, искать непосильные задачи и жить до скончания времен. Живите долго, 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 и будьте счастливы. До новых встреч. Спасибо, Владимир Михайлович, браво. Голос России представляет Авторская программа Разговор с Константином Косачевым